Всем привет, продолжаем играть в ТЛД. Сегодня мы с вами движемся в сторону Минастерит. Там будет ожесточенная драка, поскольку он сейчас в осаде. Если он в осаде, вы сами понимаете, что это значит. Это значит, что на него напала как минимум пара сотен мордорских воинов. Ой-ой-ой, мордорский конвой. Давайте его попробуем с вами убить. У нас тут бегают еще и наши ребята, но они что-то не очень сильно хотят поучаствовать. Так, давайте не будем вырваться вперед, их там достаточно много. Плюс это мордорские ребята. Мордорцев я не особо люблю. Ну, сейчас они поднимутся на холм и их расстреляют лучники. Для них это вроде еще далековато, поэтому в основном урон будет с нашей стороны, я надеюсь. Да, вот один уже пошел. Второй. Третий. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Все неплохо. Вот и расстреляли большую часть этих ребят, которые могли нам что-то сделать на самом-то деле. Прибыли новые враги уже даже. Такая война лучников, мы даже не двигаемся на самом-то деле. Это неплохо, очень неплохо. У них лучники послабее будут и с первой стрелы вряд ли убьют. В то время как наши, наши на это способны. Ну, давайте пойдем в атаку, потому что это будет уже слишком неинтересно. Если мы просто будем стоять все время, надо дать им шанс хотя бы отыграться. Меня убить, допустим. Мордорские воины сами по себе не такие же опасные, как и изенгардские, скажем так. Опасные в кавычках. Но у них есть такая проблема, как Назгул. И иногда, очень редко, но иногда с ними так же бегают. И Олог Тай, кажется, так его называют. Тоже, честно говоря, не вспомнил. Ологи, в общем. Так как тролли в доспехах, это то же самое, только Олог Тай. Вот я улучшил одноручное оружие до 179-го. Неплохо. По чуть-чуть прокачиваемся с вами. Да, здесь все в порядке. Перебили в 67, осталось 44. Сейчас мы их перебьем. Хотя нет, давайте за мной, ребята. Что вы опять сейчас рванете. Мы опять же их просто расстреляем. На подходе большую часть, да и все. Где они там идут? А, вон они. Вижу. Сейчас подойдет остальная моя воинская рать. Тут осталось... Ну, а у меня два мечника. Три. А все остальное это лучники пешие. Ну, вот опять же, они, видите, уже начали расстреливать. Пешие лучники, они дальше достают, чем остальные, но вот уже начинают потихоньку и остальные подтягиваться. Им надо ближе расстояние. Как и тем же рейнджерам. Как и тем же рейнджерам, видите, они бьют на очень дальние расстояния, и особо ничего и не нужно напрягаться. Стоишь просто, они отстреливают. Ну, вот они сейчас расправятся с ними, нам даже не нужно будет напрягаться. Мы просто съедем, добьем остатки и все. И... Он большая часть врагов убегает. Пошли в атаку. Ну, вот так и будем воевать по чуть-чуть. За счет этого наши воины будут прокачиваться, мы будем меньше терять, потому что выкашиваем большую часть противника. Сами понимаете. Что разница существенная, когда против тебя идет два десятка, и когда против тебя идет четыре десятка. То есть, даже чисто забросать мясом, у них будет уже тяжелее сделать это. Хотя, шансы еще есть на самом деле, но это уже, опять же, будет тяжелее сделать, чем, допустим, нам просто убить их. Все. Разобрались. Опять же, пленные, которые нам особо не нужны, и вещи, которые нам тоже особо не нужны. Поправляемся дальше, давайте-ка сохранимся на всякий случай. Плюс повысим наших воинов доопытного застрельщика. В основном это, как видите, застрельщики. Но все-таки они сейчас основной урон наносят. А, вот. Напали на налетчики Долгулдура. Мы сейчас поможем каравану. Там не только налетчики Долгулдура, там еще присоединились другие воины, но в принципе, тут особо нечего делать. Их намного меньше, чем у нас. Сейчас их растопчем. Так, мне не очень нравится, что они вырвались так далеко вперед. Слишком далеко они просто ушли. А, у нас сейчас основная... Как видите, это... Пешие вон бегут еще. Их очень много, поэтому я не хочу так близко подходить сразу. Так что пока подойдет конница, пешие уже не успеют. Сейчас конница забурится, пока конница будет убивать основной костяк. костяк. Хорошо. Хорошо. Ну и тут осталось остатки добить, что, в принципе, делают спокойно мои воины. Все. Осталось, я так понимаю, волк там бегал еще, которого надо добить и все. Больше ничего нету. Ну вот, варга тоже убили. Нет, еще кто-то. Еще какой-то варг, которого, да, я не заметил варга еще одного. Как обычно, из-за варгов затягивается битва, но это не страшно на самом-то деле. Не так долго все происходит, поэтому можно не париться на этот счет. Мечник цитадели. Лученька я бы взял на самом-то деле. Давайте мы молодого воина отпустим. А стрелка... Твою мать. А, я дурак. Ладно. Уже не столь существенно. Давайте-ка вот этих сначала догоним. Гондор, Гондор, что ж ты так пал-то быстро, а? 2,9. У нас 3,2. Мы их догоним. Все дело в том, что там есть нормальные тяжелые мечники. Орженосец, опытный пехотинец. Садник есть, допустим. Можем садника забрать. Ну, плюс мне просто не нравятся харадские воины. А еще мне не нравится, что наши тут бегают просто так. Именно наши бегают. То есть, они не воюют. Они просто бегают оттуда, туда, туда, туда. Плюс, я видел, там есть войско мордорское еще на 140. Или 114. Короче, больше сотни. И 50 еще, блядь, было просто налетчики. Их тоже требуется устранить. Потому что, ну, минастерить пойдет. Чертой бабушке с такими успехами. Мне этого бы не хотелось. Но, скорее всего, что так и будет. Настерить, крято ли, выстоит. Мы уже не сможем его защитить в одиночку. Слишком много солдат. Все равно, сами понимаете. Какие бы сильные отряды я не собирал. В любом случае, их можно закидать просто мясом. Просто закидывая мясом, они убивают большую часть моих воинов. Я ничего уж и сделать особо не могу. А, ну, иди сюда. Это не нравится. На. Ага. Вот так вот. В спину, конечно, подло. Но это лучше, чем ничего. Так, хорошо. Мы добили их. Вот, опять же, у нас есть пленные, которых мы можем взять. И, 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 всадник. Тяжелый мечник. Давайте всадника мы наймем. Я бы забрал застрельщика, но у меня их и так куча, на самом деле. Давайте сохранимся. В отряде у нас есть ребята, которых надо повысить. В принципе, все. Не очень их много, но они есть. И нужно найти, кто тут что делает. Надо как-то немножко с Мордором разобраться, потому что они уже очень сильно... Ай-ё. 119, 32, 39. Вот проблема в том, что они не будут драться по отдельности. Они все вместе налетят. Видите? Давайте попробуем. Что ж нам делать? Что нам еще делать, точнее? В любом случае, нужно будет с ними сражаться. Сейчас попробуем. Если все будет в порядке, то 205 этих ребят мы развалим. Ну, раньше мы справлялись с таким большим количеством воинов и ничего. Я их не вижу. Как-то недалековато, что ли. Мои воины ехали в ту сторону. В ту. Я подозреваю, что они там. А, вот они. Я их случайно объехал. Их, казалось, меньше, чем я думал. И получилось так, что... Я именно объехал. Я хотел не объехать. Хотел сверху на них напасть, но... Надо брать меч. Надо слазить, потому что неудобно. Но пока вверх поднимаемся, мы слишком медленно поднимаемся. Надо бы, наверное, поменять нам с вами меч. Хотя это вроде неплохой меч, но что-то... Надо много ударов, чтобы убить. Это плохо. Так, ну осталось... Вот, одного убили уже. Моего. Вот еще он бегает. Все. С этим разобрались. Хорошо. Ну, один на 78. Неплохой размен, согласитесь. Ну, вон они идут. Мы с вами должны занять позицию получше, чтобы... Мои расстреляли их. Вон там, допустим. Неплохая позиция будет на этой... Возвышении. Если все будет в порядке, то мы сможем расстрелять их. И все получится, я надеюсь. А, вот тут вот. Мои должны уже доставать отсюда, по идее. На, мои уже достают все. Надо было лучников немножко вперед выдвинуть. А то они что-то встали сзади. И не воюют. Нам это с вами не подходит. Надо, чтобы они отстреливались. Так, ну это уже плохо. По нашим попадают. Давайте-ка идем вперед в атаку. Хорошо, лучниками мы разобрались. Сзади тут было еще... Ребята, воины обычные. Прибыли новые враги. Спешимся. Пойдем в пешем бою. Поучаствуем. Так, а где все мои? Почему они стоят просто? Хорошо. Хорошо. Все. Еще парочка, я так понимаю, осталось, которые попытались сбежать. Все. Хорошо. И последняя атака. Угу. Хорошо. Хорошо. хорошо почти разобрались давайте ребята о олак хай твою мать как же ж вы не вовремя как вы не вовремя появились вы не представляете вот и первые потери за все эти два боя или три уже так мне надо чтобы о их трое еще и твою мать я надеюсь что их расстреляют просто лучники потому что она по-другому не получится есть один есть один остался я так вижу одного уже тоже завалили даться это конечно ужасно три олак хая на ровном месте это было вот мы потеряли 12 ранено но ничего страшного мы сейчас наберем себе отсюда ребят застрельщик гондорский стражник давайте тоже лучник и давайте опытного пехотинца уже возьмем что такое куда все побежали так 110 120 давайте-ка сохранимся там наших убивают ладно опять же 219 опять же но это уже воины 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 так сказать то воины одного из полководцев если мы сможем его победить опустим немножко мордор они уже совсем взорвались там ждем ждем всех остальных по чуть-чуть выдвигаемся они хотят на возвышенность пойти а улака у них еще тут есть а давайте-ка мы зайдем со стороны лака и его убьем и потом пойдем на всех остальных это блин а от остальных там куча не надо лука и убить он больше всех может навредить видите не успели мы подъехать он уже двоих вырубил ай на пугом троллим ай я сам друг подстав от второй раз я не знаю как я подставился то есть он второй раз меня уже сам ударил как-то непонятно как все лакай сдох с остальными я думаю мы попытаемся разобраться ну тут в основном уже мелкий а там еще одинок еще один лак хай это плохо чем больше лак хаев тем меньше шансов выжить да каким троллем к троллю еще напуган троллем ты дебил скакун тебе к троллю еще как к солнцу медленным шагом блин кошмар какой-то промазал даже бросьте вы этих варгов блин тупорылых что за надо чтоб лак хая убили у меня нету возможности у меня слишком мало жизни чтобы лак хая убить это плохо 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 прямо ужасно в том что хоть на самом деле бери продавай все покупать себе лук и сам ездил Я думал об этом, но у меня, во-первых, верховой стрельбы нет. То есть у меня стрельба отвратительная. Ну, лакая сейчас должны замесить, но мы потеряли очень много тут. Ну вот, все. Хорошо. Остались варги, которые бегают неизвестно где. Меня очень плохо с жизнью. Меня лакая дважды приложил. Я второй раз должен был даже умереть, но мне повезло, я выжил. Неплохо прокачал живучесть, как вы сами понимаете. Так я бы со второго не выжил удара. 63 на 129. Все плохо, ребята, очень плохо. Ладно, еще один лакая. Сколько их тут, блин, наплодилось в этой... Просто до невозможности. Давайте вот так уйдите. Фиг с вами. Все равно уже ничего не сделаешь. Что я могу тут сделать? Тут только... Только удача, если повезет. Ну вот, одного убил уже, а лакхай. Буэна, Брэга убил. Плохо. Брэга хороший, бун. Что там со... А, они его завмесили. Хорошо. Плохо то, что это, скорее всего, не последний. А, и там появятся еще. Сейчас прибудут враги, как обычно. Там еще лакхай может быть. А, тоже прибыли новые враги, где они там, кстати, бегают. А, вот они. Нет, лакхая нет. И то, хадыш. Скинь. 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 Давайте-ка мы слезем, возьмем... Ковыряльник. Эпической мощи. Кто-то там про Минастерит что-то идет. Хорошо. Вроде разобрались со всеми. Или еще, вон, еще парочка. Нет, все. Не успела доехать даже, но не важно. Олакхай очень, очень напрягает, честно. 55. Ну, давайте попробуем. Если тут еще будет аллакхай, а то или несколько, то я не знаю, как мы выживем. Они не так сильны, да. Ну, толпой мы их завалим. Но, опять же, они одним ударом просто выкашивают половину моих войск. Меня это очень не раздражает. Ну, ты знаешь, что в атаку пойдем. Нам особо тут уже сдерживаться нет смысла. Остатки этой армии уже добить и все будет нормально. Главное, все-таки, добить. Вот и все. Еще парочка остались, которые они прибьют сами. А, вот. Ну, конечно, аллакхай появился, твари. Я не знаю, что делать просто, ребят. Чтобы вы понимали, аллакхай это отвратительно, просто отвратительно. Потому что он вон влетает, один раз махнул палкой и все. Вот вам, минус один. Сегодня за эту битву минус три. Это все один аллакхай делает, понимаете? Вот еще троих он отправил, четырех даже отправил бессознательно, то есть ранил. Одного убил, еще одного убил. Все. Но это очень тупо, потому что аллакхай убил, наверное, больше за все это время. Да, он семерых убил. За это время больше, чем мы за это время потеряли в других сражениях. Но мы туда уже не успеем, наверное. Давайте хоть этим поможем. Я не знаю, как тут быть просто. Ну, эти сами справятся. Там шесть противников. Тоже такое. Нам нужно, наверное, вернуться, забрать. Немного взять воинов в свою команду, потому что у нас перебили очень много. Плюс эта серия уже очень затянулась. Тоже надо ее, наверное, прекращать. Ну, хоть тут потерь уже нет. И союзникам помогли, и потерь нет. Ну, куда ты бежишь? Ты дурак, что ли? Давайте с этим отрядом я уже буду в следующей серии сражаться. Всем спасибо за просмотры. Подписывайтесь на канал. Буду рад вас видеть. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok